успешным человеком почему все так получилось моя мама меня жизни никогда ни в чем можно сказать не ограничивала то есть когда у меня появлялась какая-нибудь идея или желание она никогда мне в моей жизни не сказала нет я говорил я хочу пойти на кружок который занимается морзе она говорит конечно пожалуйста молодец сделай это потом ей говорю я хочу на трубе играть она говорит пожалуйста если тебе хочется играть я говорю я на баяне хочу играть пожалуйста я хочу секцию там спортивную ходить она говорит пожалуйста я хочу бегать пожалуйста бегай я хочу еще что-то и она все время восхищалась и спрашивала не забывала говорила ну как дела в морзе говорю я уж два года разбираюсь и мы там передаем бегаем там с этими рациями она говорит так что у тебя получается да какой же ты молодец и вы знаете это было во всем она умудрялась всегда восхищаться однажды работая с ней в огороде где работали другие люди жил из в деревне и мы работали на больших полях зарабатывали там какие-то деньги и вместе с ней добровольно и рядом находились люди которые были которые были родителями моего мои одноклассницы и один из родителей мама одноклассницы спрашивает андрюша ну ты уже в десятом классе учишься куда ты собираешься поступать ей говорю я хочу поступить в театральный вуз она говорит зачем в театральный вуз мне очень хочется стать режиссером меня хорошо получается стихи писатели сценаристом и она говорит забудь вообще забудь у тебя ничего никогда не получится это все полная ерунда ты никогда никуда не поступишь туда нужно платить большие деньги сейчас это очень круто забудь и меня это расстроило мама это увидела подошла ко мне я говорю она говорит почему ты расстроился я говорю ну я хочу поступить в такой-то вуз и вот она говорит послушай если хочешь поступать а там если откажут тебе в этом тоже ничего страшного поверь мне все это просто жизнь поэтому поступай старайся не получится сделаешь шаг назад получится где-то жизнь так устроена кто стремится у того все будет получаться спасибо маме за то что она своей терпеливостью вот такой благородной мудростью помогла мне в свое время состояться которая никогда не сказала что мне чего-то не нужно всегда охала и всегда вздыхала вот так когда я приезжал допустим с какой-нибудь женщиной или девушкой которая ей не нравилось и ни разу не сказала ни одного плохого слова я и говорил мама тебе нравится она говорила послушай это твоя жизнь давай без меня нравится не нравится это меня не касается и я очень благодарен потому что она мне дала очень много возможностей тем что развязала мне руки развязала мне ноги и не навязывала мне свои задачи свои идеи мама я тебя обожаю низкий тебе поклон наверное мама все равно увидит этот семинар она смотрит периодически семинары и я хочу сказать вам что мне не стыдно вот сегодня вопрос такой читал один из учеников школы кайлас сказал мне или такую как бы ссылку на статью сбросил где люди очень плохо отзываются обо мне я хочу вам сказать что природа уникальна в природе есть прекрасные деревья в природе есть растения в природе есть у животных испражнения те люди которые пытаются облить испражнениями или сами создают испражнения должны знать что испражнения это навоз а из навоза вырастают самые прекрасные цветы поэтому тоже огромное спасибо если такое есть это заставляет меня задуматься заставляет меня создать новые еще более прекрасные цветы и конечно же я за то чтобы такое тоже присутствовала нельзя быть тем человеком у кого комментарии только х